У меня просто нет слов, потому что тебя, наш любимый подписчик, уже 20 тысяч! Это просто невероятно! Всего-то полгода назад тебя было в 20 раз меньше, и вон как ты вымахал! Спасибо тебе за то, что ты с нами! Для нас это правда очень важно, и дальше будет только круче! Ну а теперь пора узнать, почему Тиндер это уже прошлый век? Свежачок про ICO Telegram и как хакнуть iPhone через Twitter! Об этом и многом другом ты узнаешь сегодня в новостном дайджесте на Take It Easy, канале о самом главном и интересном в мире IT! Кстати, в Киеве 22 февраля пройдет The Elevate Conference! Это крутая IT-конференция, и ее просто фу-фу-фу пропускать! Мы там тоже будем, кстати! Ссылка на ивент в описании! А теперь к новостям! Погнали! Срочное сообщение! Австралийского биохакера по имени Мяу Людо Диско Гамма Мяу Мяу оштрафовали на 200 долларов за безбилетный проезд! Да что же это творится? А как же права киборгов? Аттеншн! Не ходите, дети, без отблоков в интернетике гулять! А еще лучше обвешаться плагинами вроде NoCoin, как защитными амулетами! Потому что майнеры, майнеры повсюду! Так, на днях чуваки нашли майнер криптовалюты Monero, встроенный в файл favicon.ico. Если что, favicon это значок веб-страницы, который стоит перед названием. Такая мелочь, а уже столько коварства! Тем временем, на саммите D&I Google пообещал до конца этого года открыть Google Store в 38 странах. А это значит, что покупать гаджеты Google можно будет без посредников, лишних телодвижений и необходимости тысячелетиями ждать доставки. Ну и еще одна радость! Колонка Google Home и живущий в ней ассистент наконец-то выучат 17 новых языков, включая русский. Украина в эту волну расширения сервиса пока что не попала. Но добавление поддержки русского языка тоже можно считать хорошим началом. Интересно, а как скоро Google Ассистент освоит все тонкости, грани и этажность русского мата? Ты все еще пользуешься Тиндером в надежде найти идеальную пару? Да брось, настоящие пацаны ищут девушку не по фотке или статусу в профайле, а по ДНК! Стартап Preamor запустит мобильное приложение для поиска пары по геному. Так, каждому пользователю компания пришлет набор за 16 баксов для анализа ДНК. Этот тест и поможет выявить наиболее подходящую пару. Однако решающую роль будет играть не сходство, а различие генетического материала. С помощью теста Preamor проанализирует 11 генов, связанных с работой иммунной системы. И на основе этих данных приложение уже будет определять фактор совместимости. Кроме всей этой научной канители, Preamor также будет учитывать данные соцсеточек и подбирать партнеров со схожими интересами. По мнению создателей проекта, у безупречной пары максимально разные гены и одинаковые интересы. А потом ты будешь рассказывать своим идеальным детям, как анализ твоей слюны помог найти любовь. Это так романтично. Знаешь, как называется тиндер для лесбиянок? Вагиндер. Между прочим, слухи о блокчейне Телеграм частично подтвердились. Pre-ICO все-таки проводилось. На днях братья Дуровы отчитались перед Федеральной комиссией по ценным бумагам и биржам США о привлечении в 850 миллионов долларов от венчурных инвесторов. Участие в предварительном ОСЁ дает инвесторам право на получение и дополнительную покупку токенов ГРАМ, которые будут доступны после запуска блокчейна ТОН. К тому же, подобные инвестиции полностью вписываются в законодательство и юридически никакого отношения к запуску новой криптовалюты не имеют. Тем не менее, в графе отчета тип размещаемых ценных бумаг указано, что это соглашение о покупке криптовалют. В целом, фамилии инвесторов пока неизвестны, доступно лишь их количество 81. Как ты знаешь, ведь ты смотрел наш крутой ролик про ISEO Telegram, все собранные средства пойдут на создание блокчейн-платформы Telegram Open Network. Сроки проведения ISEO Павел Дуров пока не озвучил, но, скорее всего, оно пройдет уже в марте. Пока все высчитывают вероятность падения недавно запущенного Tesla Roadster на Землю, кое-кто уже дал реальную возможность понаблюдать за космическими путешествиями этого авто. Американский инженер Бен Кирсон создал специальный сайт whereisroaster.com. На нем можно в реальном времени следить за перемещениями одиозного вишневого электрокара Маска. Сайт также показывает расстояние машины относительно других небесных тел и Солнца. Сейчас Tesla Roadster отлетел от Земли на 3,7 миллиона километров, и автомобиль передвигается со скоростью 19,22 километра за секунду. Согласно данным сайта, Tesla подлетит к Марсу максимально близко в октябре 2020 года, во время второго витка вокруг Солнца. Затем машина начнет удаляться от Красной планеты. Пирсон утверждает, что в 2021 году Tesla Roadster пролетит на максимально близком расстоянии от Земли. И для желающих отловить электрокар это будет идеальная возможность. Советую тебе найти сачок побольше и завести будильник. У тебя осталось всего лишь 26 645 дней, чтобы хорошенько подготовиться. В Твиттере вообще много всего интересного происходит. То холивары Маска, то майнеры всякие находят. А на днях интернет-тролли в Твитаке дорвались до нового развлечения. Они отправляют сообщения, содержащие одну букву из алфавита Телугу. Вот эту. После этого у пользователя айфона не запускаются ни iMessages, ни WhatsApp, ни Gmail. Кстати, а вот Telegram и Skype от этого бага не страдают. Проблема наблюдается во всех актуальных iOS, находящихся в публичном доступе, включая iOS 11.2.5. Правда, в публичной сборке беты iOS 11.3 баг уже не воспроизводится. Этот символ не стоит проверять и на Маке. Компьютеры не перезагружаются, а использованные программы вроде TextEdit, Notes или Finder отключаются. В Apple сказали, что уже знают об этом баге и работают над обновлением. Но когда конкретно выйдет фикс, пока не ясно. Сейчас единственный способ избежать троллей, это зайти в Твиттер с браузера и добавить символ в список исключения. Ну или выкинуть этот яблочный кусок пластмассы и купить себе нормальную Нокию 3310. Если бы я захотел, я бы разворотил тебя одной рукой. А ну с ты себе одной рукой разворотишь, пи***ь. Выкусье. Это были все самые актуальные и достойные твоего внимания IT-новости за последнее время. Как ты помнишь, наша новая традиция. Я посредом зачитываю самые интересные комменты наших зрителей. Но сперва спасибо тебе за теплые отзывы на День Валентина и, конечно же, за активный движ в комментах. Кстати о них. Как я и обещала, сперва приветы. Пишет нам Грейс Биэл. Привет мам, я в Take It Easy, можешь гордиться мной. Кстати, этот комментарий я хочу адресовать и своей маман. Мам, привет, я в Take It Easy. А ты говорила, что меня не возьмут на серьезную работу с татуировками. Ну а следующий коммент от Трэвеллэр. Оля, передай нам всем воздушный чмок. Это тебе. А это тебе. Все для вас, любимые подписчики. Всем и каждому. Так, вроде все. Да, еще один подписался. Все, хватит. Переходим к другому комменту. Ну и последний на сегодня коммент от System Engineer. Ты что, стал таким, как Вилса обленился? Вот хочешь факт, который перевернет твое мировоззрение? Мы настолько хотели быть похожими на Вилса обленился, что построили машину времени, отправились в прошлое и начали делать шоу гораздо раньше, чем они. Инфа сотка. Пиши свои крутые, ржачные, ну или конструктивные комменты под этим выпуском. И самое сочное из них я зачитаю уже в следующую среду. На этом все, мои айтишные. Ловь стайки этому видосику и колоколькайте репунчик, чтобы не пропустить свежие видосики. И еще, концентрируйся на моменте. Чувствуй, а не думай. Слушай свои инстинкты. А они подсказывают тебе, что этот канал достоин твоей подписки. Сайонара. Увидимся в пятницу. Сайонара.